Сегодня мы будем говорить все про зубы, про боль, про то, как побороть свой страх, идя к стоматологу. На самом деле, Аня, возвращаемся к теме выбитых зубов. Да у тебя не выбит зуб! У меня же все нормально. Кстати, будьте осторожны, на улице очень скользко. Будьте, пожалуйста, внимательны. Так вот, как быть и что делать в таких случаях, когда ну все-таки случилось? Я тебе подскажу просто-напросто обращаться к имплантологу. Ну а подробнее об этом мы поговорим со стоматологом-хирургом Виктором Аксеновым. Доброе утро, Виктор. Виктор, здравствуйте. Ну расскажите, пожалуйста, вообще когда нужно задумываться об имплантации зубов и кто чаще всего обращается? Ну, по обращению обращаются любого возраста. И что мужчины, что женщины, в принципе, одинаково. Ну, на мой взгляд, женщины чуть-чуть, но почаще обращаются. Чуть-чуть? Хорошо. Да, когда стоит задумываться. То есть задумываться надо сразу, когда только встает вопрос об удалении зуба, когда его не получается спасти. Ну, то есть это вот тот самый коренной уже, когда вот он второй раз у тебя вырос, да? И все, его уже не будет. Да, и кроме того, в тех случаях, когда обнаружится, что у ребенка нет зачатка постоянного зуба, и то есть новый зуб не прорежется, встает вопрос об удалении молочных. И что впоследствии приведет и к ортодонтическому лечению, и к возможной имплантации в будущем. Такое тоже бывает. Да, довольно часто. Так, я больше, знаете, к чему хочу сейчас обратиться? К стоимости. Вот сейчас много реклам, и пишут, что за 15-20 рублей, тысячи рублей, точнее, да, все включено прям. Что все, тебе вот поставят импланты, я так понимаю, что и сама операция, и сама процедура, все это тоже сюда. А реально это или нет вообще? Ну, на самом деле, на стоимость в рекламе медицинской услуги, при выборе для пациента медицинской услуги, я бы не стал ориентироваться, в первую очередь, на стоимость. Надо ориентироваться на качество, на репутацию клиники, репутацию врача, отзывы пациентов и так далее. А стоимость просто у стоматологической услуги, имплантации в частности, она складывается, на самом деле, из многих факторов. Не только там стоимость материалов используемых, но и от квалификации специалистов и прочего. Существует множество возможных рекламных ходов, ну, как в любой торговле. Вам стоит просто, если обращаетесь по рекламе, уточнить в клинике, какие системы имплантов используют, и, например, почему, чем они обоснуют, что их услуга дешевле стоит, чем в другой клинике. Да, Виктор, еще раз вы сегодня к нам пришли в гости, хочется спросить у вас, как у профессионала, вот когда болит зуб и так далее, ну, например, нет денег на вот эту имплантацию и так далее, все-таки самолечением заниматься не стоит? Самолечением не стоит заниматься никогда. А оно вообще возможно или нет в этой ситуации? Ну, мало ли, там, убавить боль как-то. Да нет, на самом деле, самолечением заниматься никогда не стоит, иначе можно... Самому вытирать, так сказать. Ну да, если вспоминать фильм «Изгои» и все прочие. Нет, на самом деле, стоит обратиться к специалисту, который уже поможет решить проблему. Если вопрос идет о потере зуба, ну, и недостатке финансовых средств, имплантация же не является единственным способом, ну, восстановления. А альтернатива какая? Альтернатив достаточно много. То есть в отдельных случаях имплантация не нужна, потому что можно решить проблему брекетами, например. При скученности зубов, как мы говорили, что 10% только правильный прикус, и брекетами можно поставить зубы на место и заместить отсутствующие зубы. Другой вариант – это съемное протезирование существует, и протезирование несъемной инконструкции – это коронками. Ну да, это то, что вот было раньше. А если мы говорим просто все-таки про имплантацию, скажите, насколько сложна эта процедура, и она в несколько этапов идет или нет? Вот ты пришел, и все тебе за один день сделали. Ну, на самом деле, если мы говорим об операции имплантации, в стандартных случаях, то есть сама операция имплантации происходит за один день. В последующем, после установки импланта, мы ждем определенное время, чтобы имплантат, как говорится, прижился в костной ткани, после чего происходит протезирование. То есть можно установить коронку и в день имплантации, но это, как правило, временная конструкция, которая потом, после полного приживления имплантата, уже заменяется на постоянную. Данная процедура, она достаточно сейчас распространенная, скажем так, процесс обкатан, и, как правило, трудности не занимает. Но самое главное, это предварительная диагностика, оценка состояния здоровья пациента, клинических условий, которых мы наблюдаем, состояние кости и мягких тканей, после чего уже принимается решение об операции, просто ли она проводится или нужна какая-либо подготовка. В том числе и ортодонтическая, например. Когда бывает, что зубы отсутствуют длительное время, и необходимо для качественного изготовления, даже не установки импланта, а изготовления уже конструкции на импланте, коронки, создать место. Виктор, мне кажется, я у вас на приеме, я согласна уже на все. Но пока вы назначаете время, я все-таки последний вопрос задам. Вот бывают такие мамы, очень кипишные мы их назовем, у детей, у которых не прорезаются долго зубы, они идут к стоматологу, не знаю, откуда ты историю взял, идут к стоматологу и делают так, чтобы делали надрез в десне, и зуб прорезался. Это вообще правильно? И стоит ли перебегать к таким методам? На самом деле, то есть делать разрез стоит в определенных клинических случаях. Не от того, что зуб долго не растет, от разреза сам по себе он не вырастет, потому что это идет обмен веществ, рост зубов и так далее. Он не зависит, разрез дел не будет. Разрез делается при определенных ситуациях, когда формируется так называемая кистопрорезывание. То есть происходит травматизация, во рту мы наблюдаем в области прорезанного зуба, скажем так, пузырек, такого синюшно-красноватого цвета, который наполнен, придает дискомфорт. Вот тогда мы производим разрез, скажем так, вскрываем этот пузырек, и тогда зубы проще вылезти. Вот я так и знал. Вот это с некоторой ситуацией. Спасибо огромное. Ну что же, обращайтесь, пожалуйста, к специалистам. Сегодня один из них у нас в студии, Виктор Аксенов, стоматолог-хирург. Продолжение следует...